Сериал об обрезке. Вы помните, в чем разница? Там, значит, сделают прививку и больше никогда не покажут, потому что она сделана настолько неправильно, что у нее никаких шансов есть не выжить, не давать плоды. А человек просто считает, что так надо. Он сделал этот самый фильм, выставил его, лайки получил. Кстати, о лайках. Вызовите, я ни разу о них не говорю. А просмотры у меня меньше всех. У них сотни тысяч, у них миллионы. К вам обращаюсь. Друзья, давайте один раз поставьте лайки. Говорят, что от этого увеличится количество желающих смотреть. Я не знаю, почему. Ну, поставьте. Просьба такая. Вот сейчас сидите рядом. Лайки ставьте. Вот. И если это не трудно. А если я по делу говорю. И сейчас я вам покажу сериал об обрезке. Вот. Помните, я говорил, я буду из года в год, из года в год. А что я в этом году показал? Вместе с нами не стояли. Я рассказывал. Годом раньше показывал вот такие фотографии вот таких абрикосов, академик. Помните, что они, это самое, украденные сотни плодопитомников. Вот. Ну, полсотни это уж точно. По-моему, уже сотни. Вот. А в этом году я опять показал, в прошлом показал. А вот это было примерно 2007-2008 год. У меня есть точные данные, но это надо там, в другом месте смотреть. Итак, вы видите дерево, которое бедное, несчастное, погибло. Да? Вот. Живо оно, живо. Смотрите. Вот так оно выглядело в 2007 году. Обратите внимание. Вот вокруг него тонкие-тонкие. Я обещал показать, подобрать фотографии, показать разом. А то в одном, то покажу, а в другом это. Нету связи исторической, такой временной, хронологической. И вот смотрите, полости мертвого дерева. Я раньше демонстрировал радиогриба-трутовика. Вот он, видите? Вот. Оно погибло. Как оно возрождалось? Внимание! Раз, два, три, четыре, пять веточек, видите? Они все, они все, я потом специально, у меня еще одну фотографию найду, и будет полная картина. Внимание! Возродилось как? Вот оно, видите? И вот у меня еще, знаете, одну фотографию, и там получается, знаете как? Смотрите. Там получается, что, это, из пяти веток, две вообще ниже прививки. А плоды какие? Смотрите. Опять виды киноградца? Опять химера. Если ниже прививки. А маньчжорцы не можете иметь таких плодов. Ладно. На следующий год приглашаю Торсун Пулота Доскобилова. Внимание! Я как фокусник. На Торсун Пулота Доскобилова я говорю, мне нужен свидетель. Вот. Мне нужен свидетель. Мне нужен свидетель. Вот моя счастливая рожа. Вот. И вот они плоды. А вот Торсун Пулота Доскобилова. Я говорю, потом я ему позвонил, когда первый же меня позвал, вот, я сказал так. Звоню и говорю, Торсун, дружище, ты в моем саду сколько раз был. Я могу давать тебе телефон твой, чтобы ты подтверждал, что это не сказки. А то самое мягкое выражение было из оскорблений. Фотошоп. Во. Ну что, Торсун, ты тоже фотошоп? Я тебя нарисовал. Вот. Вот так получилось. Да, помельче, чем эти, чем академики. А это середина наполовину. Вот это есть один из моих химер. Вот так вот. Вот. Ну, а дальше просто учеба. Подвернулась фотография, когда отфотографировал, Вот. Еще раз. Тема-то все одна. Вот. Вот эти вот веточки, да, вот эти вот по черепе кармы. Это те самые волшки. Ненависть к ним просто изумительно. Рядом будет погибать дерево, то есть и рядом. Рядом с этим. Выше будет дерево уже явно умирать, страшные язвы уже, как говорится, несовместимы с жизнью. А все равно приказ от первого дела отрезать этих. То есть их не считают заветки, их не считают, что они когда-то будут вот такими. Еще раз говорю. Видели? Видели? И, наконец, видели. Я тогда взял для образца еще и вот это дерево. Самое первое дерево, я хвастался с арсетом на джорский абрикос, но я вас обманул. Это дерево я еще раньше посадил. Это дикая рябина из леса. Выручьте 270 рублей. Сейчас отправлю. Сейчас отправлю. Дело в том, что тут уж надо ох, если бы я вам рассказал одну историю. Нет, у меня есть такие около садовые рассказы. Вот. Я там рассказал историю, которая не кончилась уже. Вот. Вы бы сказали, ну директы жили бы. Зачем ты взял и подарил на свадьбу кольца. Вот. Если бы я не подарил кольца, свадьбы бы не было. Так бывает. Это была последняя капля. Теперь пошло много лет. И когда это самое... Я уже сейчас отправлю эти 270 рублей, да? А потом придет ко мне голосовое сообщение. спасибо деда Валера. Хе-хе-хе. Это значит, что... Ну ладно, я разболтался. Вверху мне бы побольше денег. Я бы всех детей издавил счастливыми. Но мне деньги попадают явно не в те руки. владельцам попадают этих самых пароходов, дворцов. Сейчас я быстренько... Ну надо было все время золотые кольца подарить. Как последнее. чтобы уже точно свадьба состоялась. С тех пор, до сих пор приходится сами видите. Все. Идем дальше. Так вот. Это самое первое дерево, которое родилось. Не родилось, а продолжил жизнь в моем саду. Я поехал в тайгу и выкопал примерно двухлетку. Если это было в 85-м году, то сейчас ему уже, ну, считывая, можно с года два, уже это 40. Так. И вот я снял фотографию как учебную. Вот. Если бы она жила в природе, вот это было. Если бы дали там жить, там же все темно, заросли, а здесь солнце, здесь свобода. Здесь свобода. Так. а и тогда получается, что некомфортно ему. Вот любая пересадка, ведь когда я садил, это дикарь, его убить почти невозможно. но когда я садил, я крону не обрезал, я не знал, что надо обрезать. Ну, корни более-менее были приличные, я же знал, что надо корни сохранить. И вот где-то лет 3-5 назад появилась вот эта ветка боковая. для чего она нужна? Это замена. Она делает дерево почти меньше. Вы видите, какой бы она ни была дикая, дикая рябина, красная. Вон, красные рябинки даже, видите, вон плодики на дальнем плане. А тем не менее, вот эта вот трещина говорит о том, что ему еще долго жить. Ну, стареет, стареет. Кстати, вот из-за этих вот трещин как раз научили людей дерево тогда было двухлетки. Помните, я рассказывал, и на несколько тысяч саденцев сам директор завода, владелец начинающего сада молодого, сам делал эти самые страшные раны. Называется образование. Жуткая история была. А я вам показываю учебный снимок. Приходит пора, а уже раны появляются сама, и не надо было мне резать. Зачем? До того, ждать, чтобы она раньше появилась, глупость. А вот это вот уже пошла замена. Это значит дерево еще жить десятки, десятки лет. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Так, сколько времени 40 лет осталось. Так, знаете, наверное, про тему химера пока остановились на этом. То есть то, что больше сказал, хватит. Счастливые люди, у которых, это один из моих, ну, кто-то из тех, кто комментировал мои вот эти самые, комментировал мои фирмы. Счастливые люди, у которых хруптовые деревья растут, плодоносят. Где-то, представляя окна в доме, открываешься, от окрыт запах яблый абрикос. Здорово! А реально, что? Все-то росло тольником, крапивой, репень, хоть с яблой, муршевишней, абрикосы, перчиков, сливы, ягод, росли в каждом участке. Есть кедерки, это кедра, видимо. Вот. Шишки крупные, рябина, черемуха. Ранетки мелкие, все пыли от машин. Ну, поняли, да? Ну, я же не зря показал Эдуарду. Красота какая, там только не хватает этих абрикосов, явно не грушат, со мной все в порядке. Так, здравствуйте, уважаемый Валерий Константинович, у меня же сет груша, купила питомники. Очень серьезное письмо, друзья. Штамп не гниет, за шейкой слежу. Лет ей мало. Когда сажала, подстригала крону, так как вас смотрят. То есть, все нормально. Вот. Тени нет. И это, и это, хрен придерешься, да? Растет в поле. Весной просыпается, весело начинает расти, и в середине лета, как будто и облили черными каплями, утопляя настоем прошлогодних бурьянов и бродиловкой помета. 20 сантиметров роганики кладу пару раз по кругу. Не было их лет 5, но отсюда рядом. В этом году еще и мороз со снегом, но пусть опять зацвела, но было дома трошки. Так. И опять почернело. Тени нет. Еще раз подчеркиваю, что тени нет. А я же, помните, нашел причину, одну из причин. Это черный рак. Прошлый год молодые концы почернели. В этом не знаю, что будет. Дело в том, друзья, что здесь не хватает пусика, не хватает фотографий, так. И я делаюсь общими понятиями. Итак, когда-то, это мои личные умозаключения, личные, нигде не читал. Когда-то яблонь и груши не было. Была вечно средняя сть, в данный момент напоминает айва, может, еще сохранила вот эти качества, дикая айва. То есть что-то среднее между яблонь и груши. Когда-то они попали на землю, вы можете не сомневаться, что попали на землю, потому что все это сказки, что за миллионы лет может вырасти, имея... опять вспоминать, смеяться над этим самым. Молекулы ДНК. Это не все такое, что не за миллионы лет, а дерево к дереву, когда потомство, 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 и вдруг прибавляется еще один ген, и вдруг ни с того, ни с север, еще один. Это при том, что любая, когда происходит любое изменение климата, и сразу и ничего нет. Ну, вспоминайте, я не определил эти ледяковые периоды, да? Вот. И вдруг откуда-то взялось ДНК во всем расцвете и это самое. И еще разделилось на сорта. на сорта, на виды, на геномы, на фенотипы, все это вот прям вот раз и ничего. То есть, у этого ДНК явно триллионы лет позади, десятки, сотни, может быть, миллионы планет прошло, вот, прошли, попали на Землю. Для меня это без сомнения. Почему? Есть вероятность. По вероятности из этого самого не могли из ничего появиться эти самые гены. Не могли. Вот не могли все, но не могли. Вот. И получается что? Допустим, берем конкретно. попало на Землю. Ну, хорошо, считайте, что из ничего появилась эта самая айва. И потом она начала работать так. Где-то послушая, постепенно, постепенно превратилась в микроизменение. Тут чисто Дарвиновская, тут спора нет. Вот. Тут я молюсь на него. Постепенно, постепенно получилась груша. С большим корнем, значит, там, где длинным корнем, значит, она выходят, для нас выходят из сухих мест, из пельных, из очень, 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 вот, из очень, очень, сухих, где резкие дожди, и отсюда груша боится, есть такое выражение, я придумал, груша боится сырости, как огня. Ну, то есть, понятие, как огня, это общее. я боюсь там ночных кошмаров, как огня, вот, я боюсь хулиганов, как огня, но, общее выражение. Так вот, я говорю, что груша боится сырости, как огня, и вот, она, если там, где место более подходящее для яблони, а она не боится сырости, она может и до воды будет ближе, а она ничего и не делается, только что отводок даст, чтобы продить рот. Не обязательно через плоды, через семена. Вот. И получается, в одном конкретном месте могут прекрасно расти груши, потому что там редкие дожди. И наоборот, груши расти не будет, потому что там нет дождей. Вот. Потому что там дожди, а яблони наоборот. В общем, еще раз, яблони это сырое, слово сырое подойдет, груши где сухо. У яблони покороче корни, у груши подлиннее, надо дойти воду там, говорит, бровой станок. И с тех пор, посадив рядом яблони и грушу, вот получилось. На яблонях нет пятен. Вот. Растут рядом. Вот как бы наполовину. Это одна из моих версий, да, то есть, именно для вашего участка. Может быть, еще быть причины. Начинается эпидемия груш. Почему? Вот это так, бактериальный ожог, есть такое понятие, это бактериальный ожог присвоили, даже не яблоням, яблоням присвоили черный рак. Это же вы написали. Это черный рак, на знак вопроса. Нет. Грушам чаще приписывают, значит, солнечные ожоги. И как назвать, это самое, и теперь получается так. Вот. Болезнь бактериальная, спора нет. Ну, не чисто солнечные ожоги, а именно, это самое, когда ряды за рядом груши, груши, груши все мертвы, у всех одновременно, тут уже бактериальные болезни, тут уж, и только руками разводи. Но для этого остается только одно, все-таки, поменьше резать. Вот. И, я заметил одно, вот эти, когда случается, уже не у вас, я только так зацепил эту тему, когда показывают фотографии, так, бактериальный ожог, и под ней диагноз. И показывают сотню, две, трети, целый сад, и груши все больны. Да, бактериальные, да, это эпидемия. Вот. Ну, что я вижу? Вы уже догадались, что я вижу. Груши должны расти вот так, и полностью защищать от, от влаги, в данном случае, хоть от полива, если сверху, хоть от дождей, штамп, штамп, это самое слабое место у груши, именно из-за того, что она из мест, где они царствовали, это была полупустыня. Понимаете? Вот. И когда я вижу, что ссывается на бактериальный ожог, бактериальный, правильно, бактериальный, целая плантация, раз, погибла. Значит, одновременно все. Все. и рукаю, ну нахрена калечили деревья-то? Вот пока, заметьте, я пока общее понятие привел. Я же не видел этого ссывается. Она вроде все сказала правильно. Ну, вы знаете, если, допустим, взять в целом, Дальний Восток, Северо-Запад, там везде очень плохо к грушам относятся, природа. Она их просто изничтожает. Абрикосы и груши. именно из-за того, что льет, льет и льет. И под Москвой, кстати, тоже самое. А вот это вот Финляндия. Одна из моих самых любимых женщин. Ну, понятно, по переписке. Я эту сестру, эту дочкой называю. Она живет в Финляндии. Вот. Позади целая семья в Гнезья 293 вебинара смотрим. Сначала она присылала саженцы, которые посадила из питомника. Они до метра были, отрезаны у них все ветки до метра. А крона пошла отсюда. Фотографию видели. Дальше я перекинулся. Дальше мне надо знать, кто их коллегами вас доставил. И как бы посоветовал я не отрезать нижние ветки, если они появятся. Если успеют появиться до смерти. Значит, дерево спасено. Они появились. Нижние скелетные ветки на каком месте на искорительном стадии появились. Начали расти и дошли до плодоношения. Вот они. Но это понадобилось несколько лет. Потом, когда будет это нормально распуститься, увидим фотографию. Она обещала более лучшие фотографии. Так вот, тогда я обратил свои взоры на крупнейший финский питомник. оказалась копия наших. Но не чистая копия. Прививки лучших. Я все это показывал. Фотографии. Я с экрана снимал. Их рекламу. Их работу. Я показывал, как молодые люди делают прививки лучших к опулировке. Молодцы. Все. А потом этот огромный специальный механизм. Потому что у него два колеса. Он высотой два метра. Буква П. Вот такой вот. наверху сидит человек. Секатор, вы догадались, да? Вот. А ему нужно, а это саженцы уже. А саженцы надо, чтобы он восемь тысяч стоил. И чтобы купили его в Питере. Это для Питера. Вот. А вот он сидит, человек. А им еще надо, чтобы они в рамке как бы были. Классическая форма. И вот снизу метр. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Сбоку. Чик-чик-чик-чик-чик. Вот. А верхушки нет. До трех метров высоты верхушки не трогают. Вот. И тогда получается, по моим понятам, еще один урод с изувеченным штамбом. Есть ураганные ветры. Это опять рычаг Архимеда. Опять вывернутые корни или поломанные по прививку или вывернутые корни. Уроды, на мой взгляд, настоящие. Восемь тысяч ураганных ветров. Я вам рассказывал, рассказывал. Конец истории такой. Я вам как обещал. Я не эти специалисты. Показал, как это, глупую прививку. И все, больше никогда не увидеть. Не позориться же ему. А здесь не так. Вот дошли мы до этого момента. Нижние скелетные ветки вылезли из ничего. Железу попросил их не трогать. И превратились в плодоносящие. А потом она добавила. Я здесь не имею права, потому что когда я включаю видео, вот прямо здесь на экране, почему я тогда колокольный звон показал Ивана Федоровича и тут же выключил. Просто похвастался, что у нас такие специалисты на все руки. А здесь получается, что приходила к ней, она мне уже в фильме пока рассказала, приходила к ней финка, соседка, ходила возле этих груш и восхищалась абсолютно здоровыми лисами, она их гладила, пыталась найти больной лис. Вы представляете, как это важно иметь нижние скелетные ветки? Сколько раз говорю, вот эти дамы, которые учили и учат отрезать нижние скелетные ветки, но как получилось? На планете есть два человека, Крудюмова, Железова. Обратитесь к Крудюмова, он с вами заканчивал, может быть, он на одном курсе с вами был, заканчивал этот стебря сколько лет, спросите его, для чего нужны листья на нижних скелетных ветках, даже если они не проданы, что он вам ответит? Крудюмова, не наши, вот на моем круге, он как бы на особицу, потому что он это, это мировой уровень, Крудюмова это мировой уровень, вот, а мы еще так, в своем этом кружке, у нас не видно, и не слышно, а там уровень, вот, и вот он объяснит вам, что эти листья, даже если на них нет плодов, они вырабатывают с помощью фотосинтеза глюкозу, глюкоза, это не, это, а, это не мы, даже не я, и даже не он придумал, мы догадались просто, ведь я же нашел это недавно, это, это же утверждается, это авторитетный, этот зарубежный источник, вот там уровня профессора, что глюкоза кормит всю подземную живность, поняли, все живое на планете, это уже я утрирую, или добавляю от себя, он только сказал про подземную, а я говорю теперь так, мы, свиньи, коровы, все копытные, все насекомые, все подземные, добавляем вот того профессора, еще Курдюмова, вся подземная живность, это начиная черви, важнейший элемент, да, бактерии, им нужна сладкая почва, сладкая, вот, микориза, значит, что я забыл, да, черви, ой, не черви уже, муравьи, это самое, я вот так удивился, знаете, ладно, про муравьи потом, а то скажете, повторяюсь, хотя я много нового про них открыл, вот, все это, все живое, и мы люди, для нас, глюкоза, переводя на, в конечном счете, догадаетесь, что получается, в школе формулу спирта изучали, нет, С2, ну, вспоминайте, С5 ваш, смеи, ой, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу, алкоголики, если среди нас есть, хоть один скажет, ура, вот, С2, H5, О, вот, в школе, правда, чуть-друга, фору, С2, H6, О, С2, H6, О, С2, H5, О, H5, ну, принимайте любую, от этого 40 градусов, останьте 40 градусов, и так, все живое живет ради фотосинтеза, нет, не так, все живое, благодаря фотосинтезу, получает глюкозу, вот, и когда вы, эти дамы, берете и отрезаете ветки, и мало того, учите миллионы людей, как это получается, что вы этого не знаете, меня вы спросите, откуда я знаю, да я не знаю, откуда знаю, это вытекает из самого, я посадил, вот она посадила, изувеченный саженец, и помните фотографии, вот эти вот, вот эти, которые пошли, из количества штамба, тоненькие вначале, теперь они живые, ну, что, убедил кого-то, нет, вот, прекращайте калечить дерево, прекращайте делать привитого дерева штамб, нету привитого дерева, естественного штамба, это почка, у почки есть все, кроме штамба, ну, нету штамба, а это вторая фотография, моя, это, самая, любимая Людмила, из Финляндии, привет, дружище, я сейчас, секунду, подумаю, фотография Филиппе, вот, для меня этот человек сделал больше, чем, даже сравнивать не с кем, я имею ввиду, чем те, кто обязаны этим заниматься, вот, в наших садах, которые еще, слава Богу, живы, часть калечат, естественно, ну, часть не калечат, некогда калечат, вот, растут тысячи саденцев, Володя Филиппева, вот, я таких людей буквально боготворю, дело в том, что, так получилось, что, наверное, какую роль бы ему приготовить бы настоящую, с какого-то момента, когда оказалось, что все правильно, что у него саденцы безукоризненные, что он абсолютно порядочный человек, что он, благодаря ему, в тысячах садов растут, плодосят деревья, да, вот, и, мне всегда, хотелось бы, чтобы этих людей, заметили, извините за грубое слово, использовали, использовали его таланты, его золотые руки, понимаете, вот, я, у меня таких фотографий много, и таких друзей, в десяток, почему я выбрал его, есть люди, у которых чудеса получаются сами, вот, вы смотрите, сейчас только что тут яблоки, да, яблоки, ну, груш, а, груши, яблоки, абрикосы-то отошли, один из лучших абрикосовых садов, приезжаем к нему, я беру фотоаппарат, съем, не помню, снимал, нет, фотографии делал, значит, мы подходим к дереву, вот такие абрикосы, вот такие вот, вот самые крупные, которые видели у меня, у него такие же, только сорт на особицу, поздно, цветет и поздно созревает, вот, я его спрашиваю, Володя, где ты его взял, пожал плечами, почему он у тебя стал 120 грамм, 100-120, пожал плечами, а я знаю почему, это руки вот эти самые, биополе у него, наверное, какое-то особое, потому что у других замерзает, у него нет, у других умирает, у него нет, у других прививки не идут, а у него идут, вот, уникальный человек, и вот, знаете, когда, ну, конечно, уже не молод, поэтому я уже так говорю, сейчас поймете, там еще будет одна фотография, я уже думаю так, ну, вот институт, им надо перестраиваться, им надо переходить на технологию, того же, Филиппева, Платенкова, и Филиппева, и Боднера, вот, я уже себя боюсь вспоминать, а то вы это, скажете, перехвалил, а тут получается, ребята, исключительно, я представляю, когда его, чтобы он уже не занимался, это очень важно, что еще сотни, сотни саженцев, будут давать плоды, и радовать сайногорцев, но дело в том, что нужно науку поднимать, а они не умеют проявлять, однажды, это было много, много лет назад, был жив, ой, не имею я права, эту историю рассказывать, она конкретных людей касается, но там была, это представлено, убийственная, в фильме, он показал, о хакарской телевидении, научный сад, из сотен мертвых, прививок, и с тех пор, до сих пор, это стоит у меня перед глазами, я сказал себе, тогда-то я еще Филипп его не знал, когда показали вот тот фильм, фильм был жуткий, я думал, тогда все это, весь институт разгонят, ничего не поменялось, вот, но главное, это переход на клонирование, переход на прививки, и уже все есть, и уже осталось только продолжить это дело, закреплять, 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 вот, вот такого человека, ему нужно купить, его нужно нанять, его нужно заплатить за все, за его подвое, за его привое, за его умение, вот, организовать его там хоть как, Сайдогорск, до Абакана далеко, до Минусинска. Ну так где там далеко? Персональная машина. Вот. Чтобы не персональная, чтобы возили его с утром и возвращали домой вечером. Вот. Вот поняли, почему я говорю? Потому что это перед вами уникальный человек. Это тысячи полночащих деревьев. Майниев, Черебушков, Сайдогорске. В окрестных деревнях. Он даже не догадывается, какая ему цена. Это штучное изделие. Понимаете, друзья? Это штучное изделие. А почему я так говорю? Потому что я его знаю хорошо. Я знаю, человек не способен на обман. На малейшую ложь не способен. На халтуру не способен. И у меня для этого достаточно пример. Чтобы пообщаться на маленький. Ну ладно, один маленький. Нет. Проехали. Время уходит. Ну, вы поняли, кого я вам представил? Владимир Викторович Филиппев. Супер судовод. Вот тут, смотрите. Вот эта фотография. Вот он, самый молодой из нас. Видите? А мы как раз, это тот самый день, когда мы ждали этого самого губернатора, который похлопал по плечу Сергея Железова и задал про нас. И в это время такой же стол накрыл Бодер Борисович. Вот он. Видите? Тут же присутствовал. Это, видимо, специально уже представлял науку Турсун-Полу-Доскобилов. Еще, знаете, чем моя промашка? Уже ладно скажу. Я не знаком с этим человеком. Пару раз встречал. Здорово, если все знакомо. Наконец, есть у меня фотографии, только каждый раз попробуй найди. Значит, мы проводили, город проводил круглый стол. Позвали примерно 6 человек самых авторитетных садоводов Майна, Череворск и Саиногорск. 6 человек. У меня есть фотография. Вы сидим, 6 человек. Перед нами круглый, круглый. Мы же все с собой привезли. Вот. И один из них был вот этот товарищ, который вот он с собой понят. Это видите? Вот. Я еще даже какое-то время, когда его представили, он тоже поклонился. Вот. Мы сидим. Мы это, как сказать, местная авлита садоводческая. Сидим. Нам похлопали. Вот. Значит. И. И. Вот этот сидел в президиуме. И оказывается, что я хоть хвастался, я знаю всех, я знаю все. Я про каждого расскажу, а уже нет живых этого, Левицкого, нет живых Сосникова. Вот. Уже ну дальше это самое. Еще десятки людей, которые славу создали, тоже нет живых. А вот этого товарища я и даже под конец фамилию забыл. Вот он. Он из Сироуса. Один из Замикаринских садов. И не побывал я там. А некогда. То сад сожгли, то садик, как двух, надо работать. Сразу двух, чтобы прокормить себя и семью. И это было. Вот этого товарища, я ничего про него не знаю. Не был его садов. Вот он. Правый. Самый правый. Это мой прокол. Это мое, к сожалению, недостаток. Вот. Раз посадили в трибуне, это рядом с нами. Рядом с этим. С Боднером, Железовым, вот, Жестовскими. Посадили этого товарища. Значит, мы упустили еще один момент, еще один сад. Вот. А где он сейчас? Это здесь прошло, после этой фотографии. Заканчиваем. Я сегодня много говорил, советов мало. Так вы и так и все знаете, советов. Моя племянница Даша, вот она в данном случае сурнусом, она ничем мне там почти не помогала. Это просто как сказать? Это фотомодель. Так принято. И вот она показывает, что вот это, когда я старался. Уже тогда я знал все эти теории, я знал, что дерево неправильное, что на планете нет ни одного правильного дерева. К каждому надо придраться и до 10 видов веток на любом дереве. Вот. Ну, достаточно взрослым. Лишнее. Я представил себе, ну, ну-ка, Дашка, сядька, пусть они посмотрят, что они отрезают. Для меня, Даша, не слушай, для меня отрезать половину этой ветки, это как серпом по яйцам. Можете даже набегаться на мои грубости. Это как серпом по яйцам. Поняли, почему я против обрезки? А у меня таких фотографий много. Помните, Тимошка сидит под другой фотографией, под абрикосом, который изогнулся такой же дубой. Вот. Вот одна из них таких. И где вы видели, она росла вверх. Это мой абрикос. Вот. Рос вверх, 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 вверх. Да чего это его осветлять? Вот скажите мне, специалисты, потому что заняться больше нечем. Рода так устроила. Вот. Ну, это как комментировать? Как комментировать? Хороший был абрикос. А у меня их много, я особо не пострадал. Вот. Вот это вот 2010- 2009 год. Какой-то из них. Так. Это мой помощник. Вот. Время, сейчас скажу. 23-го. Это у меня избирательная память. 23-го апреля. И вот как нарочно ранняя весна. И вы знаете, что вы сейчас не видите? Сказать? Вы не видите, что деревья цветов. Смотрите внимательно. у кого компьютеры с большим экраном. Те видят. Внимание. Я себе обманул, цветут деревья. Смотрите. Цветут деревья. Вот это было, да, вот это был удар. Было страшнее удар 9-го мая, когда действительно распустилось. А это сильно рано. Вот как нарочно. Жара, 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 бах и мороз. А вот это вот тот самый патриарх. Вот он. Он уже тогда, это примерно, сейчас скажу, какой год. Ну и фотографии не меньше 20 лет. Даже больше. То есть 20 лет назад она цвела и попала опять же под мороз. Видите? Сейчас я вонюю вот словите. Цветы видите? Ничего не беру. Вот. И в тот год пустые были все абрикосы культурные. Поэтому ну 5-7 ведер я без абрикос не остался. и компот и хватило, и на варенье хватило, и заморозить хватило. Пусть я тогда не продавал. Вот. Вот что значит маньчжуриц. Я просто хвастаюсь, что был у меня абрикос, который ни одного года не пропустил. Хотя ему первые годы не в счет, и 40 лет первые это называется ювенильный период. Ювенильный или ювенальный. Ну мне без разницы, где ошибся, и или а. Вот. Главное никогда не верьте тем, кто говорит сейчас я вас научу, что быстрее заплодоносило. Быстрее заплодоносило это рана, это болезни, и в конец времени все оставление в росте и короткая жизнь. Вот это дерево я вам скажу. Если бы 20 лет назад я не имел права так говорить. Но когда 40 ступал я имею право говорить. Теперь имею право говорить, что не надо было его резать на омоложение. цветы. А вот это интересная подоград лечим минус 10 погибли все цветы. Дерево пофигу. Вот смотрите, когда дерево спит, видите, что ни одного цветка нет. Для него совершенно не опасны вот эти вот самые называются заморозками. уже все развесить. Цветы распускались, вот они мерзли, распускались, значит, они действительно уже все, это уже заморозок, это уже не мороз, возвратный заморозок. 6-8 где-то было, вот, цветы погибли. И что вы думаете? Я наблюдательный товарищ, я подождал еще, пригрело солнышко, растаял снег, не снова зацвел, но, оказывается, я с тех пор убедился в одном. Вот поглядитесь, все плохо видно, они не успели раскрыться, а потом мне некогда было. Ну вот они раскрываются. Это называется резерв главного командования. То есть большинство этих самых цветочек раскрылось и погибло, а резерв главной команды в это время еще спал глубоким сном. Закончился по это самое, появляло солнышко и распустились, и у меня был рожайчик. Поняли, да? Вот это хорошее, очень ценное наблюдение. Пригодится? Пригодится. Вот. А вот это сейчас вспомню, почему. А, и в это уже примерно время, а вот эти фотографии стояли рядом, это значит, что примерно в одно время, может, в один день снимал, а в это время, что было уже, а в это время, значит, оказалось, черешня, что это у меня черешня, и я не потерял черешню по одной причине, что она почему-то, хоть она считается раннее, и раньше всех даже плодоносит, то есть, раньше всех созревает, но она расцвела позже, я специально сделал фотографию, у меня тогда в те годы, старая, где-то был молодой сад, черешней, я только первые попытки делал, и оказалось, черешня не успела раскрыться, и я был с черешней, вот видите, то есть, абрикосы, беда в том, что он очень торопыга, листьев нет, он зацветает, а черешня все как положено, листики на месте, а он еще даже и не цветет, и раз он не свел, он засвел позже, я попробовал первое плоды, 53 минуты, надо заканчивать, еще раз скажу, ну-ка, что там дальше из-за интересных тем, ой, как важно, давайте, это, я, я люблю сердитых людей, я люблю, когда мне не дают спать, пропускаю эту тему, ничего, мы, во-первых, старики видели эту фотографию, вывод можно делать сразу, не начиная, форма листьев, ребра жесткости листьев, наклон листьев, наклон веток, специально подстраивался миллионы лет для того, чтобы дождь шел туда, куда он должен идти, ни в коем случае не на штаб, а на кончике этих, корней, правильно, нет? а на хрена тогда вы осветляете дерево? куда туда вода пойдет? я уже крикать начинаю, кричать, специалисты, ладно, подумай, что я струсил, сейчас я, знаете, что сделаю, попробую увеличить, о, вот так, шериф, Репин В.С. На мои вопросы я не получил ответов, вы пишете, смотря, что я хочу, интересный ответ, если бы я знал, что хочу, я бы не спрашивал его совета, давайте еще раз, вы пишете, смотря, что я хочу, интересный ответ, если бы я знал, что я, интересный, а нет, вот так надо, вы пишете, смотря, что я хочу, интересный ответ, если бы я знал, что я хочу, Я бы не спрашивал совета Как вы думаете, что я хочу Если кусик абрикоса Выросший у меня на даче Я вижу первый раз в жизни Это как это Порой читая статью Создается впечатление Что все читают садоводы Закончили Тимиряевскую академию Я не кончал Гражданин Репин Я не кончал И рад этому Иначе я был бы такой же, как они И должны понимать О чем пишут ученые Например, калерик и подвой Это Кстати, я никогда Не писал Калерик и подвой Это М9 Я их запомнить не могу А я сижу думаю, что такое Я надеюсь, вы не на меня накинулись А на того самого Ученого Да, это не на меня А то я напугался Может поэтому Россия не от садов Уважаемый ВС А дальше что? А дальше я не знаю Дело в том, что Моего ответа тут нет Вот А это Я хотел использовать Мой ответ Как споргал И теперь сижу и думаю Как ему ответить? Ну Он обиделся на ученых Но написал-то мне Железово То есть Подразумевается Что я Железово Тоже знаю Что это за калерик А он не знает А я Развесить током Не могу Видите Я сижу и думаю Что это такое С чем его едят Вот И что мне теперь делать Вот А Почему Не было ответа Я и сейчас не скажу Вот не скажу Что я ему отвечал И что я сейчас буду отвечать Вот Вот Эти все калериковы подвои Ну Чего Он и не знал Что это такое Почему Ну-ка Найду я тут Нет Вот Посмотрите внимательно Вот Это Реклама Это Калериковые подвои Выбирайте Поняли Давайте теперь Разглядим Зачем ему знать То есть Я бы вообще считал Что лучше бы он даже Не слыхал Что о них Значит Какой-то ученый Разрекламировал Калериковые подвои И сказал Вот На них Надо выращивать Вот Когда выросло Дерево Вверх Оно росло В искусственных Условиях Это Культурное Дерево Поверьте мне Это одно Из культурных Дерев Каче подвоя Оно не годится Даже для Средней полосы У него нет Морозостойкости Раз У него Дебильные Практически Отсутствие Корней Видели Вот эти Вот Жалкие Это то Что наросло На палках Это была Палка 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 Вот И тогда За счет чего Она такие мощные За счет того Что Во-первых Туманная Туманная Установка Это когда Насыщена Влагой Воздух Ну где-то До 100% Раз Это Специальная Теплица Теплица С матовыми С матовыми Стеклами Если бы стекла Были прозрачные Тогда бы Они бы Сгорели Просто Эти деревья Сгорели А матовая Это значит Там создается Условие Для быстрого Быстрого Роста И теперь Прекрасно Любовно Выкопанные Они прекрасно Любовно Обмотанные Они готовы К отправке И потом На них будут Посажены Это было Решение Правительства Правительство Все Смотрим На запад Не замечая Что там Это не замерзает А у нас Завезли Чертой матери Вот Смотрим на запад И делаем То же самое Или покупаем У них Миллионы Подвоев Не исключаю Что это Из юга У нас Таких Хрен вырастешь На севере Вот Именно Среднюю полосу России Или Или Если даже Росли у нас Все равно Использованы Были А в теплицах Не замерзнут Специальных Теплиц Вот Вырастут А потом На них Привьют А потом Получат Показать Кукиш Но вы обидитесь Кукиш На вас Смотреть Вот Поняли Теперь О чем Речь идет Не дай Боже Как можно было Не будучи Никакими Специалистами А за несколько лет Оправдают Себя Купят Быстро На второй год Начинаются Полозглашения Через 3-4 года А яблоки Во А потому Что это самое Вы еще Обрезку И как они Еще умудряются Выращивать До двух метров Деревья Клоновые Ну редко До трех Умудряются Еще метровые Штампи Взять Чтобы они Не дай бог Нижние ветки Не полозгласят Вот я вам Коротко объяснил Я вам Вот эту фотографию Она Таких Я мог вам Сотни раз Предоставить Ими Забито Все Вот И наша промышленность Их покупает Ооо да И наше Министерство Это А знает ли Новый Руководитель Министр Сельского Хозяйства Эта дама Она хоть Понятия Не имеет Чем она Взялась Командовать Она вот Эти детали Знает Или есть У нее Хоть один Советник Который Был бы Сказал Вот Это Дерево Все Проехали Вот Это Я тоже Пропускаю Фотографию Вот Теперь Вы поняли Вот Это Чем он Взмутился Ну Откуда Ему Знать Что такое Харьков Подвой И где Теперь Я найду Этого Репина Товарища Репина Где я найду Это Письмо Из архива Чтобы 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 Посмотрел Этот Вебинар К вам Друзья Разошлите Каждый Нескольким Людям Поставьте Эти Долбаные Лайки Но Нельзя Так Что Через Месяц Будет Не Больше 500 Просмотров А сейчас По-моему Этого Нет Вот Этого Дерьма Не Нет Сам Все Время Прошло Две Минуты Перестарались Значит Будут Вебинары Еще Будут А мы Сейчас Переходим Туда Ой Сюда Лучше Не Смотреть Ну Раз Случайно Открыл Вот На Этой Европейской Фирме Была Присвоена Моя Фотография Поэтому Я Взял И Показал Вам И Поиздевался Что Где Где Сибири Где В Сибири Вы Собрали Коллекцию Лучших Фотографий Со всей Планеты Включай Мою Лучшие Фотографии Самых Уникальных Сортей Со всей Планеты Где В Сибири Хоть Одно Из Них А Смотреть В Глаза Так Проехали Я Случайно Нажал Не думайте Что Специально Так Здравствуйте На какую Сумму Надо Сделать Заказ Вот свеженькая Я Это Не Я Не Это Только Сейчас Открыл Видите Не Открывал Случайно Ненарочно Какую Какую Сумму Надо Сделать Заказ Костик Мне Нужен Абрикос Ну Дальше Я Не Не Права Это Личная Переписка Ну Допустим Абрикос Дальше Пойдет Запятая Может быть Сливая Вишня Ладно Значит На Какую Сумму Тысячу Рублей Плюс Пересылка Если Это Бандеролю Будет Подешевле Рублей Триста Может быть Четыреста Это Минимальный Заказ Ну Берите Тысячу Рублей Поделите На 15 Костик 15 Сколько Получается 70 Да Ну 70 Костичек Смотря Что Закажете Я Вышлю Почему Не Дешевле Тысячи Во-первых Потому Что Деньги Нужны Не Мне Деньги Нужны Тем Кому Жизнь Подвела Вы знаете Чем я Занимаюсь Раз Второе Значит На почте Стоять В очередях Это тоже Ничего Хорошего Нет Сами Знаете Вот А это Тоже Часть Жизни Поэтому Ну Тысяча Рублей Господи Тве Бутылки Водки Если Водка Настоящая Не За 500 Рублей Настоящую Женик Убер То же Самое Ладно Поехали И Анна Что Пишет Хотела бы Косик Абрикос Пришлите Праздник Вот и Анне И Ирине Пришли Праздник Вот так Ладно Теперь Мы все Таки Дойдем А Мы Идем Сюда Значит Мы Сейчас С вами Заходим Там Где У нас Уже Получается Диалог Вот Кстати Если Меня Слышит Иван Федорович Пожалуйста Давайте Телефон Сюда Запишите Вот Почему Я понял У вас Уже Излишки Должны Быть Пора Торговать Сколько Совсем Это уже Знаете Это уже Какая-то Наглость Завести Партию Южных Саженцев Под видом Российских Ага Сейчас Нектарина Из России Ё Проехали